это мой life journal татьяна салмановна мактум сейфудин это я сегодня у нас 2 декабря 2020 года среда 23 часа и 29 минут так что вот моя страница вконтакте татьяна салмановна через дефис мактум сейфудин через дефис моя страница на фейсбуке татьяна л татьяна салмановна мактум сейфудин на русском на английском языке два мои канала youtube а татьяна салмановна мактум сейфудин вот на русском и на английском языке а там на этих каналах уже больше пяти тысяч видео на каждом видео я такой обзор я в моей квартире я в моей квартире так что вот ну лечу простуду как я уже написала моем брендирование в общем простуда где-то в ноябре в ноябре в общем на улице без головного убора блины такие ветра в общем продуло меня продуло в ноябре так что вот очень левая сторона левая сторона так что лица болела в общем на самом деле зубы так что вот были воспаленные сейчас намного лучше стало воспаленные были лимфоузлы в общем такая ангина лимфоузлы но простуда в принципе к моей радости это простуда такая она вышла наружу наружу виде вот на губе такой штуки в общем что показывать даже не знаю в общем вышла наружу но конечно не дала осложнение я вообще в августе месяца этого года перенесла коронавирус очень вылечилась в тяжелой форме коронавирус в общем там больница скворцова степанова психиатрической в кащенко психиатрической больницы так что вот осложнением на ноги так что вот и вот эта простуда также дала осложнение на ноги к сожалению к сожалению так что вот вот такие вот дела так в принципе я дома как я и пишу моем life журнале на карантине вот такие вот дела сегодня сегодня с утра высокотам 9 часов в 36 минут я вынесла мусор вынесла пакеты мусор мне было четыре пакетки небольшие пакетики вот знаете я заворачиваю мусор знаете мусорный пакет заворачиваю плотно закрываю а потом мы в несколько несколько мусорных пакетов так как это плотно запаковка что вот 4 пакета мусора у меня было вывесла я их в мусоропровод здесь на третьем этаже ну один пакет я вынесла на улицу поскольку там были такие бьющие бутылки были такие из под этого как говорится что там такие небольшие бутылочки пустые так что вот были в пакете я конечно решила думаю заглянув почтовый ящик и уже этот пакет а выкинул этот зеленый бак я общем спустилась выкинул зеленый бак на улицу в помойник так что посмотрел что шикарная погода на улице снежка нету на шикарная погода шел как раз местный электрик когда-то я у него он стоял около двери она тогда еще электрики были у нас на первом этаже около ящика я в общем его увидела спросил он сказал что дал новый электрик вместо того старого электрика ну тот вместо того который был до так что вот а этот электрик он двигался от 3 так понимаю что сейчас электрики находятся в следующий парадный следующий парадного красоты парадный двигался по направлению к первой парадный так что вот когда я выносила мусор кто хочет подробности в принципе знаете мой love journal я знаете так это часто там заснимала какие-то машины ездят в общем снимал из моего в общем себя а также чтобы знаете это показать что именно это время это дата я заснимаю заснимала то что в общем на улице какие машины проезжают или люди проходят вот кино в общем в общем как то так я блогер коллекционер писатель актриса так же как я там пишу актриса диван агент 007 сценарий сценарий одну книжку я написала тайная психология денег она как бы не очень пошла ну я решила что в общем не надо на этом останавливаться так что вот ну в общем и пишу пишу сценарии для фильмов ну кто смотрит мой life journal кто интересуется пересказывать я вам не буду так что вот такие дела а так с Василием Вариановичем сегодня Василием Варианович мне звонил по моему мобильному телефону вас окон звонил но еще трех не было наверно около двух часов дня или после двух часов дня я попросила позвоните врачу психоневрологический диспансер он позвонил так что вот не мне отзвонился вот такие вот дела александра татьяна юрьевна моя новая имя отчество фамилия татьяна Салманна Мактумса и Фуддинь 20 июня 1972 года рождения так что вот ну в принципе по поводу дистанционного общения также вот мы с ним поговорили так что вот и его да и александровна просила чтобы я не писала на на скажем имейл психоневрологического диспансера потому что когда я пишу туда им нужно мне официальный ответ специально письмо отвечать на мои на мои письма или на мои видео сообщения вот она просила чтобы я взяла ее какой-то личный имейл и отправляла ей или сообщение или видео по ее личному имейлу так что вот а я у нее спрашивала по так скажем по телефону ее имейл куда можно отправить она мне не дала имейл вот такие вот дела Василию Валияновичу она тоже не дала имейл куда можно отправить ну как вы понимаете это видео сейчас я загружу на два мои канала ютуба вот который я уже озвучила и также на мою страницу и фейсбука и вконтакте просто знаете я иногда как обычно я загружаю на моей странице на моей странице на канал ютуба а потом уже с ютуба с моего моих каналов на моей странице вконтакте и фейсбука ну а сейчас я вот сколько там смотрите я с видео делаю такую подборку просматриваю мой лайф джорнал отбираю там такие в общем эти видео и напрямую напрямую загружаю как и раньше очень много видео загружала напрямую на мою страницу вконтакте и фейсбука так что вот такие вот дела даже не знаю думаю что в общем как бы знаете это профессионально татьяна салманна татьяна салманная была и татьяна юрьевна 46 лет высшее юридическое образование потому что ну я например снимаю это видео моим ноутбуков ну кто знает вот снимаю я 2 12 или я вчера это снимала или три дня назад вы понимаете да чтобы это было профессионально нужно здесь сказать какие-то факты но факты я вам уже озвучила по поводу электрика сказала по поводу василия янче сказала подумала может быть сейчас еще в общем что там а еще я оплачиваю с моей карты но я общем получила смотрите мой такое трехчасовое видео я получила такую кредитную карту в банке тинькофф на 7000 рублей с этой карты я оплачиваю мои коммунальные платежи за электричество за мою квартиру я собственник квартиры комендантские 32 1 92 это самая квартира я здесь живу 30 лет 24 года постоянно так что вот я оплачиваю и коммунальные платежи из мою квартиру и частично вот я опубликовала мою эту платежную ведомость распечатку в общем я так ее отсканировала и туда на мою страницу фейсбука и вконтакте вот также электричество за мою эту квартиру оплачиваю с моей этой карты и конечно кладу денежки на мой номер телефона которым я пользуюсь и также интернета мой номер интернета вот такие вот дела там нужно 850 рублей ну так чтобы вы же понимаете да оплачиваю я у меня такая система чтобы видели что я каждый день пользуюсь этой картой ну и оплачиваю такие платежи татьяна салмановна любит у меня знаете были там эти вклады в банки балтийские они наверно должны меня помнить а была александрова татьяна юрьевна там все на восьмерки знаете вот это вот реки вкладывали и там все там 88 888 так что вот этим салмановна любитель знаете вот это 88 18 так что мне нужно заплатить 850 рублей за мой интернет до 17 числа поэтому вот по 88 рублей буду оплачивать сейчас 88 рублей я уже оплатила чтобы не сразу чтобы не сразу там 850 обычно находила в 5 озер 5 озер туда в терминал оплачивать я просто подумала сейчас это показать что я оплачиваю я для я для вас другое видео сниму как я оплачиваю то что сейчас буду готовить себе такой завтрак как в парижах не знаю то ли блинчики буду жарить тури кашку наверно кашку овсяную сварю с яблочками буду кушать овсяную кашку с яблочками на может быть и блинчики пожарю ну я не буду это заснимать для вас потому что я уже в эти такое количество 20 тысяч видео татьяна салман на 20 тысяч видео засняла это я вот такое количество уже выложил общем там как говорится сейчас просматривайте видео знаете такое количество уже такое количество этих видео ну а также как я пишу брендирование мой уникальный опыт в общем рассказываю показывал мой уникальный опыт сказать что ну в общем такая система в общем уникальная такая обладатель в общем такой уникальной системы в общем скорее всего наверное делюсь моим уникальным опытом мой род джорнал рассказываю себе а будущее что я еще васил варьянович сказала что я специально для него еще засниму видео и отправлю а ты засниму видео по делу я ему сказала что я засниму по делу и отправлю ему на электронную почту ну а сейчас я сказала что конечно эротическое ну в общем пошутить конечно в общем это я говорю не это я я собираюсь по делу по делу заснять по делу заснять ну ну что там это баб шука я же вам уже говорила там и смотрю там всякие детективы знаете вот этот пелевин я же вам уже рассказывала тем сам она так и не купила книжку пелевина за 1000 рублей в целлофане который отдыхает потому что ну 1000 рублей я еще я подумала что заработаю огромные деньги на моих видео столько видео засниму загружу буду такой известный заработаю огромные деньги ну конечно в том числе книжку пелевина куплю за 1000 рублей в целлофане но пока не заработала пока видите вот меня кредитная карта банка теньков я там потратила знаете на моей карте там сейчас четыре тысячи где-то сто с чем-то рублей так что вот в процессе в процессе в общем пиарю себя я уже сказала блогер писатель сценарист актриса снимаю сама себя на видео моими фотоаппаратами снимала также с моими ноутбуками снимаю вот такие вот дела кто там еще а моё ноу-хау кирпичи мокрым поливом арт-дизайнер арт-фотограф блогер модельер кирпичи мокрым поливом картины ну да мою ноу-хау крашу и мебели кирпичи мокрым поливом и такой уникальный метод в общем интересующийся моим life-journal они там кто там читал то они наверно знают ну что там татьяна салмановна про паспорт вам там ответила там просто некоторые такие комменты я конечно удалила вот какие-то положительные оставила так конечно там комменты пишут такие в общем там комменты на про паспорт я вам там и ответила про гранта ответила что ну голливуд пошутил татьяна салмановна все там ведь спилберг спилберг смотрит ее спилберг ну конечно и там пошутили на татьяна юрьевна и конечно там ну да валютный фонд там министерство юстиции ну да конечно министерство финансов вместе во главе со факом конечно конечно агента 007 по этой бумажке по сертификату в общем там 10 миллионов долларов ну она в общем конечно вот это вот я же вам там это написал да ну читайте там надо будет конечно что-нибудь такое для сценариев написать конечно деньги она не получила в общем и джи не поняла в 2016 году эти молнии вот это не понимаю задание она выполнила денег деньги не заплатили это уже для сценария то там надо думать что там дальше в сценарии потому что я смотрела знаете вот эта писательница дарья донцова у нее эти люди вообще у них график они пишут детективом детективы и у них графика они каждый день пишут нужно придумывать сценарии а я знаете я эти сценарии чтобы не писать в рукописную я сразу на на видео на видеокамеру потому что я тут такой текст придумала интересный думала думала надо было сразу записывать на видеокамеру вы представляете я его не записала и все я конечно могу вспомнить факты там факты там о чем но уже вот этот текст уже будет не воспроизвести я так пожалела я подумала ну все текст ушел это как марк твен я прочитала в книжке я же интересуюсь я занимаюсь позитивным мышлением 2002 года прочитала огромное количество книг и в одной книжке было написано что марк твен как он говорил про себя что он не дня не проработал на все в общем ему вот эти книги что он эти такой известный подсказывал ему подсознание он давал ему задание подсознание она ему выдавала сценарий для книг он эти книги писал и зарабатывал деньги на это жил но я это прочитала в книжке также и вот этих писателей которые пишут много этих детективов ну вот они в рукописную в общем них график графиком нужно там 20-30 100 в день написать чтобы ну потому что взять и как там в принципе у них как у них же заказы эти издательства заказы вот и они пишут им надо наверное даже не знаю не найти вот садятся знаете я читала даже дарья донцова на с утра просыпается в общем как-то это и даже в кровати я вот читала смотрела в интернете интернет его что например в кровати сначала пишет 20-30 листов в общем этих детективов а потом уже идет по своим делам с мопсиками наверное играть гулять в общем там это на улицу по делам ну в общем что люди зарабатывают на этом большие деньги конечно загородный дом мопсики шикарная еда одежда личная наверное там это машина и в общем все такое то что люди понимают что издательство им платит деньги они должны написать еще один роман а чтобы написать или детективы нужно работать каждый день если они не будут это делать они не будут писать то их уровень жизни будет меньше если они не вложили эти деньги деньги не работают на них вот я так понимаю чтобы так вот звонит варен баффет смотрите двадцать три часа пятьдесят минут я так ему отвечу